Булат Булатович, вы являетесь тренером на протяжении стольких лет. Могли бы вы рассказать о своей тренерской карьере? С чего она начиналась и как вы двигаетесь? Карьера недавно, как в спорте, я в 75 году начал стрелять из лука. Считайте, сколько? 41 год. Подувание у нас сколько лет? Пять лет? Нет, всего лет сколько? 29. Два раза больше. Опыт. Я уже стреляю, сам стрелял из классики, сам стрелял из блочного лука. В Московской области я, как тренер, начал впервые развивать с ребятами с ограниченными возможностями. Скажите, магазины, торговые компании предлагают много материальной части. Есть какие-нибудь специализированные магазины, которые вам дают возможность или предоставляют какой-то инвентарь для спортсменов с ограниченными возможностями? Спортсменов с ограниченными возможностями. Все они разные. У всех травмы разные. И каждому нужно подходить индивидуально. И невозможно сделать для каждого спортсмена что-то одинаковое выпустить. Например, у Ивана. Корсет – это все механизм, это все делается своими руками. И также из опыта всего в мире все делается индивидуально. Руками, тренерами, мастерами или как-то на заказ делается. В данном случае мы в России делаем все сами. А давайте два слова об Иване. Как долго он стреляет, какие результаты добился и как легко складывался именно его путь или были какие-то проблемы? Начал я, позвонив в спорткомитет Московской области. Мне посоветовали Влад Булаточу. Говорит, вот есть тренер очень хороший. Стрельба и звук. Я говорю, а как я буду стрелять с одной рукой? Ну, за разумный вопрос. Я думал, зачем мне? Как я буду стрелять? Вы, говорит, не переживайте. Влад Булаточ вообще руки золотые. Он, говорит, только с одной рукой. Вы можете и без ног стрелять. Ну, ладно. Говорю, надо съездить. Ну, очень далеко, тем более еще Химки. Говорю, ездить туда каждый день, стрелять. Три часа в одну сторону. Думал, это очень долго. Ну, съездил. Съездил. Влад Булаточку познакомились, созвонились, договорились, встретились. Он посмотрел меня, мышцы потрогал. Говорит, сильный. Мне такие нужны спортсмены. Я стою, типа, а когда стрелять-то? Говорит, сейчас я на Европу съездил, на чемпионат по инвалидам. Вот. Приехали. Вот мы заказали корсет, сделали нам. Все подогнали, все сделали. И вот, началась моя карьера. Ну, в течение полгода я выполнил мастера. За полгода выполнили мастера? Да, уже на здоровых. Еще М1 был. На здоровых. На М1. Да. То есть, вы же принимаете участие в соревнованиях, где здоровые, и отдельно у вас проходят соревнования? По поду, да. По поду, да. Дело в том, что у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, как мы называем его, пода, правила соревнований одинаковые с основными ребятами, с олимпическими видами спорта. И как паралимпийское упражнение, и олимпийское упражнение, все одинаковые. Те же стрелы, те же луки. Только вот механизмы другие. Иван так рассказал все, но это все нужно было придумывать. Все, как надо было корсет сделать. Нашли в Москве мастера, который делает этот корсет. Ну, так, в голове так абстрактно начинаешь думать, думать, каждый раз думаешь, как нужно сделать. И каждый раз все, совершенствуемся. На одних соревнованиях выступаем, на тренировке раз, не так. Вот здесь не так, надо тут так переделать. Потом другое. Потом опять, опять так, от тактики выстрела зависит. Вообще же миллиметры, там надо подгонять. Да, пришли к такому, что уже от характера спортсмена, от психики спортсмена уже знаю примерно, как нужно, какие механизмы должны быть. Мы были, попроще делали. А мы от простого сейчас пришли к такому суперу. Очень удачно мы сделали. Ваня Нинчина, в чемпионате мира, стал 17-му. И завоевал путевку в Рио. То есть вы же сейчас проходите именно отбор на паралимпийские игры. Да, мы отбор уже, лицензию завоевали в Рио. А сколько лицензий завоевала именно Московская область? В Московской области завоевало 4 человека. Это в Московской области самый большой контингент. У нас развивается в Московской области, хорошо помогают, поддерживают. Министерство, правительство Московской области. У нас так для спортсменов входа созданы хорошие условия. Чем с другими регионами я сравниваю, я вместе с ними тренируюсь. Всегда при подготовке к крупным соревнованиям у нас сейчас хорошие возможности. И поэтому и народ идет. Просто у нас в Московской области обеспечена социальная такая политика. Более позволяет. У нас мы уже чемпионаты Московской области проводим. У нас уже 23 человек участвуют в чемпионате Московской области. 6 марта у нас будет второй чемпионат Московской области. Другие регионы еще не проводят свои чемпионаты, потому что в каждом субъекте Лера-Та там максимум 5-6 человек. Но помимо спортсменов нужны еще же люди. Вот Иван, кто тебе помогает во время соревнований? Во время... Надо же добраться до соревнований. Там эти матчасти, эти луки, стрелы, там труба, эти треноги, там все, это же все вес. То есть это, ну как бы... Ну как бы, когда я начал стрелять только, я всегда опекал меня как родного. Он говорит, я вас второй отец. Вот. И постоянно, когда его нету, начинаешь нервничать, плохо стреляет там. Он подходит, говорит, я один, а вас много. Я не могу за всеми наблюдать, бегать за вами. Он говорит, ты должен сам индивидуально развиваться. То есть как бы не смотреть там, я смотрю за тобой, не смотрю. То есть именно в том плане то, что как бы самостоятельность, больше самостоятельности. То есть и матчасть, все самостоятельно. То есть получается, помимо того, что дается шанс стрельба из лука проявить себя как-то в спорте, еще получается школа воспитания, что человек, он понимает, что нет, вот я ничего не могу. Ну, это выбивается из головы, и наоборот идет настрой, что я все могу, я все готов делать. Я правильно понял? Да. Как бы меньше опеки, чтобы было. Ну, это тебе в жизни, наверное, начинает помогать? Конечно. А вообще вот после того, как ты начал стрелять из лука, насколько изменилось твой внутренний мир, твой, как бы сам ты себя почувствовал по-другому? Более спокойно, наверное, становишься от стрельбы. То есть кто-то в жизни, там, друзья, там, вообще просто посторонние люди, там, нервничают, там, начинают тебя ругать, а ты такой спокойный ходишь вообще, не обращаешь на все это внимание. Как-то более... Воспитывая, философию изучает. Да, более, более, становишься спокойно. Воспитывая, буддизм, все к этому. Православный. Раньше он такой был вспыльчивый, такой, спорил всегда. Сейчас уже люди отмечают, что вновь это уже спокойно. И соответственно результат уже. Но это же второй вопрос. Второй вопрос, первый. Временно все уже меняются люди так уже. К лучшему профессиональному. Профессиональные отношения. Всегда требую профессиональные отношения во всем. Начиная с режима, с питания, отношения к себе, к окружающему. Все профессионал должен быть. Профессионал. Но помимо того, что материальная часть, помимо того, что стриба, техника, стрибы, психологическая подготовка. Я правильно понял, что немаловажную роль играет психологическая подготовка. И вы ей уделяете особое внимание. Да, это стриба и звук это основное, конечно. Это психический вид спорта. И у нас были проблемы с психикой. Но у вас есть? Как Виктор, как желтая болезнь. Это все. Опять же под это мы делаем материальную часть, все механизмы. Ну, корректируем все, чтобы сыграть на этом, чтобы и в последнее время Иван мне нравится все больше, крепче, крепче становится. Помимо Вани, как вот Ваня-то у нас ходит, а есть ребята, у нас подразделяются как шейными травмами. Категория у нас есть. И ребята, которые просто на колясках ездят. И вот три вида ребят, которые по травмам, которые обучают, у нас есть. И вот больше, конечно, сложно с шейными. У них отдельно, как я говорю, шейными травмами ребят. И индивидуально очень много работы. Народ все приходит, звонит все время. И все, у нас уже времени не хватает. Мы даже тренерский состав расширяем специально, чтобы... Ну, и у вас же волонтеры должны быть? Или кто вот люди, которые сопровождают? Сопровождающих? Сопровождают обычно. Когда тренер сопровождают? Когда сопровождающие там бывают? Родственники сопровождают? Все равно это вот тяжелая работа. Вот некоторые тренера, мы же вот первым из здоровых спортсменов. Мы стал вывозить ребят с ограничением возможности на здоровые соревнования. Ребята, тренера посмотрят, говорят, что это тяжелый труд. Да, было отличие. Достается. Да, надо вот коляску поднять. У нас не везде гостиницы приспособлены. Спортивный зал и пандусов нет. В последнее время все меняется. И раньше было тяжелее все это. Это ж надо и луки поднести, и отнести. Это все вот такая вот... Ну... Серьезная работа. Серьезная работа. Если работать, то надо работать. А если так, время проводить не только профессионально работаю. Если приходят ко мне спортсмены, я сразу им говорю. Ставлю условия, мы работаем только профессионально, только для высших достижений. А так, для себя, для физкультуры. Если человек приходит, я говорю, ну, идите в другое место. То есть, понятно, понятно. Тяжелый труд. Действительно тяжелый труд. И большая ответственность. Потому что человеку дал шанс, нужно этот шанс реализовывать до конца. Ну, да. Уже мы уже... Я уже сколько лет? Десять лет работаю. Сходу уже подготовил. Уже много спортсменов, чемпионов мира уже. Ну, у вас же, да, действительно в карьере были чемпионы мира. Да, да, да. Ну, мы не останавливаемся в этом. У нас в Рио сейчас у меня три спортсмена получили лицензию. Ну, нужно еще лето поработать. Сейчас мы начинаем в феврале подготовку специальную. И все, до сентября, до Паралимпиады будем заняты. Почти домой не будем заезжать. Так переодеться. Хорошо, спасибо. До свидания. Спасибо.